В социальных сетях несколько дней идет оживленная дискуссия по поводу строительства нового спортивного объекта под мостом. Нашей телекомпании удалось получить эксклюзивный комментарий исполняющего обязанности главы администрации города Рязани Сергея Карабасова. Он утверждает, что поводов для беспокойства нет, а проект тщательно продуман. В частности, вырубка деревьев в лесопарке вестись не будет. Наша задача убрать сухостойные деревья, повальные деревья, а также очистить лес от захламленности. Мы ведем плановую расчистку городского лесопарка с целью наведения здесь порядка. То есть ведется санитарная работа в нашем городском лесу, которая не проводилась здесь очень-очень давно. Расчистка началась в октябре прошлого года. Тогда от валежника и поваленных деревьев удалось освободить более 4,5 гектаров леса. Работы закончились около моста. В настоящее время они возобновлены. Администрация города планирует благоустроить территорию вплоть до Орехового озера. На сегодняшний день никаких санкционированных вырубок деревьев не ведется. Ведется расчистка леса для того, чтобы горожанам было удобно гулять с собаками, чтобы территория была безопасна. А также планируем обеспечить речку Дунайчика, расчистить русло реки для того, чтобы не допускать затопления, заболачиваемость леса. По словам Сергея Карабасова, спортивный объект расположится исключительно под мостом, где не растет ни одно дерево. Все восемь кортов будут огорожены по периметру сеткой рабицей и не затронут близ растущие деревья. Также он отметил, что здоровью занимающихся не будут угрожать выхлопные газомашин, которые перемещаются по федеральной трассе. На эстакаде к 1 июня будет оборудовано защитное ограждение с двух сторон эстакады на протяженности спортивной площадки. Поэтому данные экраны позволят использовать данное пространство под мостом. Социальный объект под мостом не новинка для России. Подобные спортивные площадки прошли проверку в Калининграде и Москве. Однако рязанский комплекс удивит масштабом. Он станет лучшим в стране по количеству, разновидности спортивных и досуговых площадок, а также качеству оборудования. По словам Сергея Карабасова, площадка соответствует всем нормам и правилам, а возведение капитальных сооружений в рамках проекта не предусмотрено. Мы устилаем асфальт, делаем резиновое покрытие и устанавливаем по периметру данного участка забор из рабицы, который будет, безусловно, контролировать систему входа-выхода. Ставится небольшая проходная система с металлоискателем, делается освещение под мостом, делается ограждение. Защитные экраны у нас будут и хороший свежий воздух в лесопарке мы гарантируем. Спортивный комплекс под мостом рассчитан на людей разного возраста. Он будет работать ежедневно с 10 утра до 12 ночи. Площадка расположится под 8 пролетами моста. Здесь можно будет заниматься теннисом, баскетболом и футболом, воркаутом. Закончить строительство планируют уже летом. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город».